Вот и в Одесской области ликования полицейских не разделяют после реформы на десятки сел. Здесь один инспектор. Так что жители вспоминают уроки гражданской обороны и устраивают ночной дозор. Почему же сложилась такая ситуация, разбирался Андрей Анастасов. Одесская область, так называемая Межлеманья. 200 квадратных километров, окруженная водоемами и степью. Местные власти говорят, район сам по себе изолированный. А тут еще после полицейской реформы на треть сократилось количество участковых. 14 населенных пунктов, приблизительно до 10 тысяч населения. И это у нас услуговывает только один дельничный инспектор. Как результат вырос уровень преступности. Цели злоумышленников, дома, гаражи. У Виталия Михана обокрали и то, и другое. Все, что было, инструмент, сварка, компрессор, ноутбук, телефон, телевизор маленький. Первыми забили тревогу жители села Августовка. Написали письмо в райотдел полиции. Просят еще одного участкового и усилить патрулирование. Сельский голова зачитывает ответ. Правоохранители предлагают рассмотреть на сессии программу противодействия преступности. Мы идем в полицию. Здесь не согласны, что в районе растет преступность. Говорят, количество участковых на душу населения строго регламентировано. Поэтому дополнительных сотрудников выделить не могут. Что касается топлива и запчастей, то их действительно не хватает. Но это не сказывается на качестве работы стражей порядка. Если у нас будет больше топлива, мы сможем чаще появляться в тех местах, которые требуют нашего присутствия. Жители Августовки остались недовольны. И месяц назад решили самостоятельно организовать ночные дежурства. Последней каплей стали три кражи за один вечер. Да, я слушаю. Едем прокатимся по магистральной, потом по огородам. Люди закупили фонарики, рации, разбили территорию села на секторы и на двух-трех машинах патрулируют их по ночам. Задача предотвратить, испугать. Вот месяц патрулируем, месяц тишина, нет никаких краж. При этом жители Августовки говорят, не ищут в этой ситуации крайних или виноватых, но просят руководство страны обратить внимание на тенденцию. Возможно, реформы требуют корректировки. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область.